Кто же это Полина Соловьева? Потомственная художница, в прошлом пошивщик, кожегаландерийных изделий. Это очень интересно, я просто даже не знаю, что... Упостоверение. Хотел бы я иметь такое упостоверение. Администратор музея и уже более 20 лет педагога рисования, а еще мама двух студентов-аптечников. Ассистент, итак, Магина Кензин. И снова на арене я, Полина. У меня есть одна суперспособность. Я не умею танцевать. Но очень люблю. И я даже один раз решила устроить батл и перетанцевать одного танцующего рэкбиста. Мне сказали, это утопия. Я говорю, нет. Я перетанцую. Но я потом отказалась от этой идеи. Не потому что я слабая, а потому что та музыка, под которую он любил танцевать, мне категорически не нравилась. Я решила, что не буду ее в это вязать. Потому что для меня очень важна музыка. Когда я слышу какую-то музыку, которая мне нравится, я сама уже там незаметно начинаю танцевать. В детском саду у меня была первая любовь, мальчик Коля. Нас с ним поставили вместе танцевать веселый танец Полька. Мне очень нравилась эта мелодия. Мне очень нравился Коля. Представляете, комб. В общем, я вместо того, чтобы нормально танцевать, как мне говорила воспитательница, я стала прыгать выше головы, выше Коли. Ну, это моя такая попытка импровизации была жестко прервана воспитательницей. Я помню до сих пор ее лицо. В общем, там... Ну, в общем, такая вот трагическая история, связанная с тем, что не оценили, короче, импровизацию. Потом я решила не импровизировать. И я решила, повторять движения тех королей танцполов, которых я видела. Которые очень хорошо танцевали, иконы стиля. Вот. И в пионерском лагере у нас была такая пара, они очень хорошо танцевали, очень эффектно появлялись на дискотеке. Можете представить такую картину. Это с улицы они заходят, с улицы в танцы заходят. В коридор все расступаются. Они оба в белых спортивных костюмах, с повязками головок. Представляете, да? Там просто все так вау. И еще музыка, да? Та, которая была в те годы. Это был такой действительно вау-эффект. Потом я решила, а, нет, забыла, искать. Самое интересное, забыла. Один раз я тоже в лагере находясь, услышала, бегут, дети и кричат, все срочно бежим на брусле! На брусле! Вот вы знаете, что такое брусле? Да. А я тогда не знала. Я поняла, что это надо брать, нет времени объяснять, все побежали, и я побежала. Я бегу на этой брусле и в давке, в ужаснейшей давке, я перепрыгиваю какую-то клумбу с розами и вывихиваю ногу. В общем, до брусле я не добежала, а обратно допрыгала до палаты, потом несколько дней за мной мне помогали ходить девочки из моей палаты, причем даже самые стервозные. То есть такие молодцы, спасибо. Вот, и тут значит, конец смены и финальная дискотека. Кто был в пионерском лагере или в лагере каком-то там, не знаю, как сейчас называется, наверное, знаете, что это такое серьезное, грудезное событие, которое нельзя пропускать. Если пропустил, всю жизнь будет жить. Ну, естественно, я как-то тут ну да, там оказалась на одной ноге, и просто я со всеми, я слушаю романтику, да, тоже влюбленности, музыка. И вот, когда заиграла одна там мелодия, одна, знаете, я просто с ума сходила, не буду говорить, как-то. Вот, и я просто ощутила, что я не могу стоять, я должна танцевать, я на одной ноге, тын-брю-дын-брю-дын-брю-дын, оказываюсь, значит, в центре танцпола, и начинаю вот эту импровизацию, которая называется, типа, хочу, танцую, как хочу. все очень удивились, потому что до этого я, типа, не показывала признаков жизни, вот, но я получила удовольствие. И потом мне, значит, эти девочки подходят и говорят, так, ты врала, ты могла ходить, понятно. Ну, а я про себя подумала, ну, я вообще крутая, я смелая, я креативщица, я такое могу. И потом у меня эта мысль поселилась, что я креативщица, я стала придумывать свои танцы, ну, чтобы как-то не стесняться, да, я придумала один танец, это называлось «Бег на месте», но, непростой, с разной амплитудой, медленно, быстро, в разные стороны. Особенно это хорошо получилось в 4 утра на Перегозовского моря от Дизи Белеспи. Там я заставила танцевать еще всех, кто был, кто не спал, это металлист, металлига Алеша с бабушкой и Света и Ира еще были. В общем, этот танец не успех. Поэтому я так находилась в такой иллюзии, что так и надо. Вот, но потом, когда уже прошло много-много лет, рождение детей и так далее, много разных всяких проблем, я как-то решила, в общем, что все уже все плохо, что-то надо делать. И опять же, ирландская музыка меня как-то стала бодрить, я знаю, что это вообще вещь. и как-то очень органично оказалась в рядах школы ирландского танца. И думаю, помирать так с музыкой. Но после пары или даже одного занятия я передумала помирать, потому что из какого-то такого сменующего человека я попала в такой новый мир, я стала веселая танцовщица, нас снимал телевидение, у меня сразу 20 френдов ВКонтакте. В общем, и мы еще готовили грандиозный танец, там не хухры-мухры на Новый год. Вот, в общем, это очень сильно поменяло жизнь. Но это уже ирландские сейчас танцы в прошлом, хотя до сих пор мне этому загадает. И похоже, ситуация произошла в этом июне, когда я была в каком-то очень тяжелом состоянии и решила, что надо в жизни что-то менять. меня подруга вывела напрокруг в театр современник. я там увидела какой-то был момент, там танцевали девочки в стиле контемпуры. Ну, короче, может быть, это был какой-то микс из разных стилей. Мне очень понравилось, что они там и так, и сяк. В общем, потом они в воздухе и там пять минут что-то. я подумала, какое счастье так уметь. Это ты как бы вообще ты делаешь что хочешь. Ты радуешься жизни. Прихожу сразу, гуглю, лучшая школа контемп параллельная рубля. Вот. И сразу мне написала поменьше смеяться и там мне понравилось мне как-то чисто интуитивно понравился дизайн. В общем, все как надо. Сразу записываюсь и в этот же вечер я уже пришла на занятие к Соне. Вот. И я, знаете, действительно, даже после первого занятия, потому что очень интенсивно такое все мощный такой поток обрушился, я поняла, наконец-то можно танцевать как хочешь, можно проживать в импровизации, в которой я думала, да как я это смогу, можно проживать все эти эмоции и так далее. В общем, то, в общем, я просто в шоке была. В хорошем. Хороший стресс. Сменил плохой стресс, да? То есть наоборот. И я просто хотела сказать, что для тех, кто унывает совет такой от меня. Из любой тупиковой ситуации можно найти выход, придумать, какие у вас есть движущие силы, что вам определить их, да? Я это, к сожалению, только сейчас поняла, что у меня есть движущие силы это музыка, танцы и любовь. Можно в другом порядке. Ой, Мандина. я забыла с ней взаимодействовать. Черт. Короче, я просто хотела сказать, что кто-то скажет, мне сейчас 45 лет, что это дофига много, поздновато. Но я так не думала об этом. К тому же, как говорит усист ножных вен нашей поликлиники, художнику всегда 25 лет. Запомните. Попользуйтесь. Я обожаю этот дуэт. Мне кажется, это мой самый любимый дуэт, и они содержательные истории. Итак, ну что, будем обнимать, но я точно это сделаю. Вы прекрасны. Есть ли какие-то слова, которые хочется сказать в духе контемпорной. Вы улыбнулись? Значит, вы хотите сказать? Я всегда улыбаюсь. Я всегда хочу что-то сказать. Нет, до сих пор ничего сказать. Окей, хорошо. Тебе было весело? Спасибо. Хорошо. Галерка. Окей. Девочки, вы прекрасны. Спасибо огромное за историю. Спасибо.